Слава Богу, братья, спасибо Богу, что вновь можем собраться, чтобы получать наставление. Как я уже говорил прежде, это тоже наставление, в принципе, для лидеров. Но я верю, что это будет полезным каждому человеку, потому что я верю, что каждый призван Богом к тому или иному положению, к тому или иному служению. И я верю, что это будет полезным, назидательным и будет совершенствовать нас, как служителей, конечно же, как лидеров и просто как личность. Я уже давал вам такие два наставления, это можно так себе записать, что это третье такое наставление о лидерстве. И я верю, что это не просто даже для лидерства, а для каждого служения необходимо. То есть в тот прошлый урок, когда мы говорили о дарах, то я думаю, что дары это важная концепция, важное понимание и в отношении лидерства, и в отношении всего, любого служения. Так же самое и данная сегодняшняя тема, она имеет отношение как к лидерству, так и к служению вообще. Но вы можете себе зафиксировать такое наставление о лидерстве номер три. И сегодня речь пойдет о наших обязанностях или об ответственности. Вот можно сказать наставление об ответственности. Если так как-то заглавить, то наверное такое название будет хорошо дар. Прежде чем давать какое-то название, очень полезно, чтобы вы сами учились той или иной проповеди, тому или иному наставлению давать название. Потому что когда дается название уже перед этим, да, оно полезно, оно важно, оно дает сразу людям, которые получают данное наставление, и слышат какую-то проповедь, оно сразу создает определенный настрой. Но иногда полезно и нам самим думать, а как бы я, как бы я дал название вот какому-то уроку или проповеди. Потому что тогда ты сам как бы формулируешь для себя, что именно хотел тебе Бог данным наставлением сказать. Аминь. Поэтому важно это тоже сказать, потому что это будет полезно. И вот прежде чем давать какое-то название, хотя я определенное название уже дал этому уроку, то есть наставление о лидерстве и наставление об обязанностях или ответственности. Но все же как бы вы можете дать каждое какое-то свое название, но прежде чем даже давать какое-то название, вот я хочу место из Писания для вас прочитать. И с этого начать, Евангелие от Иоанна, первая глава, 12 стих, здесь написано. А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, или детьми Божьими. И вот что нам важно понимать первое, что будучи спасенными, и потом далее возрастая во спасение, мы обретаем некое положение. Некое положение в Боге, или некое звание, или призвание, ну больше сюда подходит звание, звание. То есть мы начинаем как-то называться, но это не просто наше название, а это наше положение. Аминь. То есть мы получаем некое звание, звание детей Божьих. Это небесное звание. Здесь так написано, что дал власть, дал положение или власть быть детьми Божьими. Я помню, когда я, ну только начинал свой путь в Боге, когда я был еще, помню, на реабилитации тоже, мы изучали эту тему о власти. Тогда была эта тема крайне популярна в христианстве. Более в таком харизматическом богословии. Это тоже эта тема, ну я верю, что она актуальна для всякого богословия. Но тогда я там как-то уделялось особое внимание, я так запомнил, запомнил, тогда это уже давно было, много лет прошло, но я запомнил эту проповедь Алексея Ведяева там о власти. И он даже дал такое определение, определение власти, что власть это законное право применять силу. Ну если в духовном плане, то когда человек получает власть от Бога, он получает право использовать силу против дьявола, против бесов. Аминь, слышите? Помните такая есть история в книге Деяний, когда сыновья некоего священника, скевы, пытались применить власть незаконно, то есть не имея ее. Вернее применить силу, применить силу не имея власти. У них ничего не получилось. Поэтому действительно, действительно это важно понимать. Но я верю, что власть, власть, вернее положение какое-то дается не только ради власти, не только ради того, чтобы проявлять силу. Потому что это действительно привлекает, привлекает человека, когда действительно он говорит, Бог дал мне власть, Бог дал мне силу. Это очень популярно. Это все христиане хотят иметь эту силу, применять власть в отношении бесов, в отношении дьявола, в отношении тех или иных обстоятельств. Это все как бы хорошо. Но сегодня я хотел бы поговорить о другой составляющей того положения, которое дается человеку. Потому что всякое положение, которое дается человеку, оно так же человека к чему-то обязывает. И вот я сегодня хотел поговорить об этом. Можете так себе написать, что положение обязывает. Положение обязывает. То есть я повторю еще раз мысль, с которой я начал это наставление. Что будучи спасенными и далее возрастая в Боге, возрастая во спасении, мы обретаем некое положение. Или некое звание, или положение детей Божьих, служителей Божьих, домостроителей, лидеров. Там есть потом уже название разных церковных должностей. Аминь. Мы все это как бы по ходу жизни, по ходу возрастания в Боге получаем. Естественно нам нравится, потому что любое положение, оно предполагает какую-то власть, какие-то права. И это все людям нравится. Но мы также должны понимать, что любое положение, оно обязательно предполагает ответственность. Или оно к чему-то человека обязывает. Я хочу еще также прочитать вам из Писания некоторое место. Это тоже написал Иоанн, только уже в первом своем послании. Третья глава. Второй стих. И третья буду читать. Здесь так написано. Возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. То есть ты теперь Божье дитя. Это твое звание, это твое положение в Боге. Аминь. Скажите на это аминь. Потому что ты теперь дитя Божье. И всякий, имеющий сию надежду, сие звание на него, сию надежду на него, очищает себя, как он чист. То есть каждый в Писании говорит, ты получил этот статус, ты получил это положение, это звание. Это не просто твое название, это твое положение перед Богом. Ты его возлюбленное дитя. И это как предполагает твои права, но так же это налагает на тебя обязанность и ответственность. Аминь. Потому что нам больше нравится лишь первая часть. Применять силу, применять власть. Потому что любое положение, любой какой-то статус, должность, они конечно дают власть, они дают какие-то права. И это людьми более приемлемо, чем обязательство и ответственность. И вот об этом хотелось сегодня поговорить. Я хочу еще одно место Писания прочитать, чтобы уже двигаться дальше. Евреям. Евреям. Третья глава. Первый стих. Это важное место для сегодняшнего наставления. И здесь так написано. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа. Здесь как апостол говорит, или Бог через апостола говорит, братья святые. То есть святые это отделенные. Бог отделил вас для себя. Так написано, что Бог отделил для себя святого своего. Вы не просто отделены. Вы отделены им и для него. И вам дано небесное звание. Вы стали участниками в небесном звании. Поэтому дальше апостол призывает. Поэтому уразумейте, в чем это звание. Каково это звание. Каковы, конечно, права ваши теперь. Сила, власть, которые вам даны. Но также уразумейте и то, к чему обязывает вас это звание и призвание. И каковы ваши обязанности и ответственность в соответствии с этим званием и призванием. В другом месте, мы его потом прочитаем, написано, тоже тот же апостол Павел говорит, живите достойно звания, которые вы приняли в Боге. Поэтому получается, что можно жить еще и недостойно этого звания. И вот об этом хотелось сегодня поговорить. Поэтому из всего сказанного давайте такой некий итог подведем. Когда человек начинает занимать какое-либо положение, у него обязательно, вместе с этим положением, появляются соответствующие этому положению обязанности и ответственности. Аминь. Давайте я еще раз повторю, потому что это крайне важно. Когда человек начинает занимать какое-либо положение, какой-либо статус он обретает или звание, у него обязательно, вместе с правами, вместе с привилегиями, также появляются соответствующие этому положению обязанности и ответственности. То есть, всякое положение или призвание, или звание, оно обязательно предполагает обязанности и ответственности. И проблема, знаете, часто состоит в том, что люди, занимающие положение, принимают само положение, само звание и привилегии, и права, которые включают это звание или статус. Но они не понимают вот этой части, об обязанностях и об ответственности. То есть, люди часто либо этого не понимают, либо не воспринимают. То есть, людям свойственно больше воспринимать лишь права, и меньше свойственно воспринимать обязанность. Не так ли? И это необходимо всегда исправлять, и обязательно исправлять. Иначе со временем, если этот человек не приобретает определенное понимание, которое я и хочу, чтобы вы приняли сегодня, что кто, кроме прав, кроме привилегий, еще есть что? Обязанности. Еще есть ответственность, которая предполагает то или иное положение. И если это не так, то впоследствии это приносит крайне негативные результаты и последствия, крайне негативные. Я хочу прочитать вам три местописания, которые призывают нас действительно понимать, что мы призваны и действительно жить достойно. Что Писание говорит нам жить достойно того или иного положения, того или иного звания в Боге. Будь то звание детей Божьих, будь то звание его служителей, его соработников, сотрудников. Давайте я прочитаю, давайте будем читать эти места из Писания, которые крайне важны. Ефесянам 4.1, Ефесянам 4 глава, 1 стих. Здесь так написано, прямо как призыв звучит. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. То есть Павел говорит, я умоляю вас поступать, то есть жить достойно, достойно звания, в которые вы призваны. Колоссянам, 1 глава, 10 стих. Опять-таки Павел молится, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком теле благом и возрастая в познании Бога. Здесь, во всех этих местах используется такое слово, над которым мы чуть позже остановимся и поразмышляем. Это слово достойно или достоинство. И в первом, и то, что мы читали вместе Писания, Ефесянам написано, живите достойно. И тут написано, молюсь, чтобы вы поступали достойно Бога. И еще одно место, 1 Фессалоникийцам. 2 глава, 12 стих. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Смотрите, Павел также говорит, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Почему? Потому что это крайне важно для человека Это определит его дальнейшую судьбу, это определит его дальнейшую жизнь Насколько он достойно поступает, того звания и призвания, которое дано ему в Боге Аминь Я сказал, что во всех этих трех местах Писания и во многих других употребляется такое слово Достойно, достойно Человек будет поступать достойно, по мере того, как у него будет рождаться и умножаться понимание Что он чего-то удостоен Слышали такое слово? Удостоен чести быть Братья, драгоценные, сестры, все, кто здесь присутствует Все, кто будет смотреть или смотрит это в записи, это наставление лидерства Я молюсь о том, чтобы каждый вот это понял, каждый это принял в свое сердце Что мы удостоены Богом чести быть Быть его детьми, быть его слугами, быть его соработниками Аминь Удостоены чести быть Помните, как раньше Ну еще до революции офицеры Употребляли такое выражение Честь имею Что это означало? А это означало следующее, что они понимали, что их удостоили чести быть И они вот этими словами подтверждали, что они по-прежнему что? Этим остаются То есть поэтому честь имею, либо чести что? Не имею Потому что пренебрег своим достоинством Пренебрег тем, чего был удостоен Давайте прочитаем об этом в Писании Очень внимательно слушайте это место Дай Бог, чтобы вы уловили смысл Потому что в этих словах есть очень важный смысл Предлагаю вам сейчас слушать А когда закончится этот урок Вы можете в личном своем чтении еще раз над этим поразмышлять Это будет важным и полезным И поразмышлять и над написанными Над самим этим примером Над самой этой историей А это здесь упоминается история Об одном из удостоенных и призванных На апостольство, об Иуде Ведь он был так же само как и другие Удостоен этой чести быть Иметь определенный статус Или занимать определенное положение Об этом в книге Деяний упоминается В первой главе, смотрите Я буду читать первая глава книги Деяний Из пятнадцатого стиха В те дни Петр, встав посреди учеников, сказал Было же собрание человек около ста двадцати Мужи, братья, надлежало исполниться тому Что в Писании предрек Дух Святой Устами Давида об Иуде Бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса Он был сопричислен к нам Это первая важная мысль То есть этот человек был так же Как и мы сопричислен Богом к тому Званию, призванию, положению Как и мы И он получил так же Жребий служения сего Но приобрел землю неправедную Мздою И когда не зринулся, рассеялось Чрево его, выпали все внутренности его И это сделалось известным всем жителям Иерусалима Так что земля-то на отечественном их названии Названа Алкидама Что есть земля крови В книге же Псалмов написано Да будет двор его пуст И да не будет живущего в нем И достоинство его Да примет другой Слышите, как сказано? Достоинство То есть этот человек был так же, как и другие Удостоин Он имел достоинство Он был удостоен чести Братья, сестры Мы должны понимать и жить с этим пониманием Что мы удостоены Богом Чести быть Аминь, слышите или нет? И мы либо живем достойно Этой чести Этого достоинства Либо можем жить недостойно И нам важно Насчет этого так же себя исследовать Аминь Смотрите, правда жизни и служения Состоит в том Что Можно так В этом аспекте Разделить людей на две категории Так вот Правда состоит в том Что Одни И их большинство Воспринимают Вот эти Обязанности И ответственность В соответствии с их положением Как навязанные Свыше Не Богом А как может Навязанные Людьми Руководством церкви Или вышестоящими Служителями Когда они Говорят Ну Ты же призван Служителем Ты же служитель В церкви Ты же служитель Программы реабилитации У тебя же есть Твои что Обязности И твоя ответственность Вот я говорю Что Жизнь показывает И служение показывает Опыт некий Показывает Что Одна категория людей И их большинство Они воспринимают Как-то С горем пополам Как говорится Вот эти Обязанности Эту ответственность Но как-то Они внутри Почитают Это тем Что им это Навязал Кто-то То есть Как вы думаете Какое будет отношение У такого человека Ну как бы Негативное Да Он будет Если и делает Что-то То как раб Которого Ну Как раб В негативном смысле Как раб По принуждению То есть По сути По сути Эта категория людей По сути Не воспринимают Таковых То есть Не воспринимают Этой ответственности Не воспринимают Обязанностей До конца Аминь Понимаете Это или нет Это уже Дело ваше Как Ну Это ваша ответственность Тоже Определить Какие вы И разобраться С тем Какие вы Я Я Настоятельно Вам рекомендую Разобраться С тем Какие вы Потому что Возьму смелость Так заявить Что Это будет Определять Вашу Дальнейшую Судьбу Ваш Дальнейший Рост Ведь Помните Как Иисус Сказал Что если Ты верный И добрый И верный Раб То Говорит Призрю На тебя Увижу Это И поставлю Тебя Над Больше Аминь Слышите Или нет А если Нет То Нет Аминь Поэтому Я еще раз Повторю Что Большинство Это категория Людей Которые В принципе Понимают Эту концепцию Обязанностей Ответственности Но они На самом деле Не восприемлют Потому что Все время Считают Что им Это Навязано Свыше Понимаете Что такое Навязано Свыше Не в смысле Богом Там Навязано Но Люди Им Навязывают Это И они Воспринимают Это Как Навязанное Как Бремя Тяжкое Аминь Слышите Есть Другая Категория Людей Их Меньшинство К сожалению То есть Эта Категория Людей Они воспринимают Эти обязанности Эти ответственности Эту ответственность В соответствии С их положением Как должное И почитают Эти обязанности И ответственность Своими То есть Они понимают Что они Удостоены Чести И И Они Воспринимают Эти обязанности И ответственность Опять 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 Я говорю Вы Проверьте Каковым Вы Относитесь То есть Они Почитают За честь То Чем Они Удостоены Я Я Я говорю Что наша задача Чтобы Чтобы Мне Понимать Что я Удостоен От Бога Чести Быть Аминь И я Молюсь О том Чтобы Дух Божий Действовал В людях Действовал В вас Открывая Каждому Это Аминь Но Давайте Будем Двигаться Дальше То есть Даже Если Человек Даже Если Ты Относишься Исследовав Себя Ты Определил Что ты Относишься Все же Ко второй Категории К меньшинству То И тут Дела То Даже 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 В этом Есть Как бы Нюансы Даже Со второй Категории Есть Есть Такие Болезненные Я написал У себя Болезненные Нюансы Которые Крайно Вражно Видеть И Обязательно Исправлять Слышите Меня Вы Понимаете Сейчас Как бы Что я Говорю Даже Если Ты Исследовав Себя Определил Что ты Все же Относишься Ко второй Категории Ты Воспринимаешь Обязанности Ответственность Которые Возложены На тебя В соответствии С тем Положением Которому Ты Призван Ты Почитаешь Это За честь Ты Понимаешь Что ты Удостоен И ты Стараешься Соответствовать Этому Небесному Званию Даже Здесь Существуют Нюансы Болезненные С которыми Очень важно Крайне важно Разбираться Я Сто Процентов Говорю Что это Что это Актуально Для многих Присутствующих Здесь Сегодня О чем Свидетельствуют Ну Недавние Разные Такие Обстоятельства То есть Я буквально Это Могу сказать Что адресовано Это конечно Для всех Но Конкретно Это адресовано Конкретным Людям Конкретным Служителям Я Прошу Бога Чтобы Каждому Бог Это Открыл Его В тех Или иных Аспектах Его Деятельности Чтобы Вы это Видели Понимали И Исправляли И я И к себе Это Отношу В равной Степени Так вот Первый Нюанс Такой Который Существует Который Важно Видеть Который Важно Важно Замечать И И Исправлять Даже При всем Том Что ты Еще раз Повторю Определил Что ты Относишься Не к первой А ко второй Категории То есть Если люди Относятся К первой Категории То им Конечно Нужно Это Положение Это Мышление Это Состояние Менять Состояние Рабов На Состояние Детей Аминь Так ли Написано Потому что Раб Не Пребудет В доме Вечно Как Сказал Иисус Он Всегда Будет Наровить Ускользнуть Отвернуть Как-то Закосить Как говорят От своих Обязанностей От своей Ответности Рабу Рабу Не присуще Творчество Рабу Не присуща Инициатива Раб Не будет Все делать Наилучшим Образом Он будет Выполнять Чисто Просто Норму Аминь Слышите В надежде Получить Пайку За это Аминь Раб Всегда Будет Рваться На свободу Думая Что где-то Ему Будет Лучше Чем В доме Отца И это Состояние Опасно Его Нужно Исправлять Я думаю Что никакого Исправления Человека Не произойдет Потому что Первое Что нужно Сделать Нужно Это признать И в этом Раскаяться Аминь А после этого Уже Все остальное Делай В данном Случае Исправление Начинается С признания И раскаяния Но мы Больше рассмотрим Не первый Случай А какой Все-таки Второй Потому что И во втором Варианте Существуют Нюансы Которые Следует Также Видеть Признавать Каяться И исправлять Аминь И вот Поэтому Вот эти Нюансы Первый Нюанс Это Недостаточное Усердие И родение Недостаточное Усердие И родение Такие Два Термина Очень важных Но порой Они нам Крайне режут Слух Мы Всячески Хотим Как-то Как-то Так Их Избежать Усердие И родение Я думаю Что это то Что желает Видеть Бог В тех Кого Он призвал К тому Или иному Служению К тому Кому Он дал А Он дал Это всем Звание Призвание И Он Он желает Видеть Потому что Именно Эти вещи Они подтверждают Что это для тебя Важно Что это для тебя Ценно И Бог Желает Видеть В человеке Усердие И родение Потому что Они определяют Насколько Ты ценишь Насколько Для тебя Важно То Звание И призвание То положение Которое Тебе дано Аминь Но Людям Присущий Недостаток Усердия И родение И кстати Писание Очень жестко Очень строго Насчет этого Предупреждает В отношении Отсутствия Усердия И родения Вот вам Некоторые Лишь места Из писания Там Найдете их В писании Я их процитирую В притчах Написано Вернее Извините Это не в притчах Это в Еремии Написано Что проклят Всякий человек Кто Дело Господнее Слышите Делает Там не сказано Кто не делает Дело Господне А как сказано Проклят Всякий Кто Дело Господне Делает Но недостаточно Усердно И родиво То есть Там написано В оригинальном тексте Небрежно То есть Небрежность Это и есть Отсутствие Усердия И родения Вы слышите Драгоценное Бог говорит Проклят Всякий То есть Каждый Всякий И хотелось И хотелось бы Так сказать Кто не делает Кто не делает Дело Господне Я то делаю Но там не так Написано Всяких даже Кто делает Но вот с таким Вот отношением Небрежность Кому не достает Усердия И родения Я настоятельно Рекомендую Себе и каждому Посмотреть На то Как мы Делаем Веренные нам дела Потому что Мы можем себя И я верю И я вижу Что так часто бывает Что мы успокаиваем Себя тем Но я же делаю Слышите Или не так Мы часто Человеку свойственно Успокаивать Себя тем И он в этом Видит отличие Своё от других Что те вообще Не делают А я то что Делаю Я хоть что то делаю И мы порой В этом находим Утештение И сами себя Этим обольщаем А Писание говорит Что всякий Кто даже делает Но делает Небрежно Ну как минимум Бог говорит Мне такое состояние Не угодно Амэн Далее написано Это уже в притчах Написано Нерадивый В работе своей Брат расточителю Вы когда нибудь Внимательно Читали это место То есть Брат расточителю Это тот Кто вообще Ничего не делает Нет Писание говорит Нерадивый В работе Это то же самое Что расточитель То есть Тот Кто дело делает Но затрачивает На это Колоссальные ресурсы Знаете Иногда есть такие Специалисты Которые одно дело делают А рядом Все уничтожают Вы видели Таких Не дай бог Такого мастера Там Если такой мастер По ремонту Придет к вам домой Вроде бы Ванну Или кран Ремонтирует Но обязательно Поломает шкаф Или разобьет Зеркало Вы наблюдали Такое Или нет Или в программе Реабилитации Такие вещи Человек Как бы Сварил Определенную Конструкцию Но на это Истратил Миллион Электродов Говорит Ну я же Сделал Ну во что Это обошлось Потом Порой мы Не думаем А Писание Об этом Говорит Что нерадивый В работе Своей Брат Расточитель Вы помните Как там сказано В этом Где Иисус Озвучивает Этот величайший Принцип Роста Умножения Благословения Где он говорит Хорошо Но какой раб Верный И добрый Так вот Я скажу вам Драгоценное Что можно быть Верным Иногда думать Что ты верен Потому что Ну а куда я Денусь иначе Ну особенно Это актуально Для программы Реабилитации Многие люди говорят Я бы и рванул Куда-то Ну куда же я рванул Куда я рванул Пока Пока некуда Поэтому я и верно Тут сижу Но раб Должен быть Не только Верным Потому что Иногда человек Может свою верность Оценивать Потому что Он где-то Находится Я ж тут Со всеми вместе Значит верен Но еще раб Должен быть Добрый И знаете Добрый Это в данном случае Не Не составляющая Души Как доброта Такой там Птичек Кошечек Любит А добрый В плане Качественный Аминь Слышите Ну в древнерусском языке Это слово Добрый Употреблялось Добрый воин Добрый конь Вы же понимаете Что это не в смысле Добряк душой А какой Надежный Неверный Так или нет Вот что означает Слово Добрый Поэтому иногда Раб Часто Если в отношении Нас Или Определенных Служителей Может сказать Ну да Это верный Человек Он тут Долго Но явно Его добрым Не назовешь Он даже Добрый Душой Такой Добряк Душой Но в работе Он не добрый Вы понимаете О чем я говорю И это следует Менять Это очень важно Замечать И изменять Следующее место Написано В первом Послании Коринфян 15 глава 58 стих Там так написано Всегда Преуспевайте В деле Господня То есть Это местописание Побуждает Нас Не просто Делать Дело А преуспевать Преуспевать Стараться Преуспевать То есть Делать это Наилучшим Образом И до конца То есть Преуспевание Означает Делать Не просто Что-то делать А делать Наилучшим Образом И до конца У меня даже Есть в намерениях Такой Урок Может провести Он будет Более коротким Вот уделить Время тому Что Как часто Мы что-то Делаем Но не до конца Мы ходили Но не дошли Мы стучали Но не достучали Мы искали Но не нашли То есть Мы делали Но не до конца Описание Говорит Наилучшим Образом Преуспевание Означает Наилучшим Образом И до конца Но не важно Что ты ходил Не важно Что ты стучал Главное Результат Был Был или нет Кто меня Понимает Наилучшим образом И до конца И вот с этим Часто проблема Мы делаем Или люди делают Но не наилучшим образом И не до конца Поэтому Может иногда Мы можем о себе Сказать Что мы действительно Рабы верные Но Но надо Чтобы вы еще Были добрые Аминь Это мы с первым Разобрались Нюансом Второй нюанс Вот подумайте Над этим Этот пример Мне больше Так знаете Как лег на сердце Как образ Из школы Ну и школы Ну я учился В советской школе Туда была Пятибальная Система оценивания Поэтому я на нее И буду ориентироваться Ну понимаешь Какая пятибальная Система оценивания То есть Пять это Хорошо Два Это плохо Единицы Это вообще Да Вот такая Сегодня В сегодняшней школе Какая там Двенадцатибальная Но Мне больше знакома Пятибальная Поэтому я Пример этот Буду на основании нее Излагать Так вот Вторым нюансом Есть то Что В нашем мышлении Часто Часто мы Зациклены Я назвал это На твердой четверке Да Помните В школе Твердая четверка Потому что Если оценить себя Как бы Со стороны Еще более Такого Позднего Периода То можно сказать Ну я же Я Я же Я же Делал И даже Сделал Но раньше Я бы это Сделал На три с минусом А сегодня Я это делаю На четыре с плюсом Да Знакома Понятна концепция И мы Так на этом Зациклены Так мы Радуемся Что мы На четыре с плюсом Делаем Сегодня Потому что Раньше Мы делали На три с минусом И нас это удовлетворяло А сегодня Мы делаем На четыре с плюсом А Понятно Или нет Это такой Нюанс Существует В согнании Людей Что четыре с плюсом Это высшая оценка Но я Знаете Что вам скажу Осмелюсь Сказать Утверждать Что это состояние Еще более опасно Для человека Для нас Чем когда Когда бы он Делал на три с минусом Знаете Почему Потому что При четырех с плюсом Мы склонны Справедливо На наш взгляд По нашему мнению Обижаться И утверждать И вернее Убеждать себя Что наш труд Не ценят Потому что Раньше То я бы вообще С натяжкой Я бы раньше Вообще этого не делал А сегодня Скажите спасибо Что я вообще Что я хоть это делаю Вы меня понимаете Или нет И поэтому Если я делаю На четыре с плюсом То это То это Делает меня Уязвимым К великой Справедливой Обиде Что Мой труд Не ценят Да пускай Скажут мне спасибо Что я хоть вообще Делал Или делаю Аминь Аминь И это Следует менять Это опасное состояние Братья драгоценные Давайте поймем Это Я молю Чтобы Дух Божий Это открыл нам И удалял эту закваску Эта закваска Плохая Слышите или нет Помните Как сказано Что если закваска Проникнет в тесто То она заквасит Все тесто Ну там сказано О закваске Царства Божьего Но в равной степени Так действует И закваска Греха и порог И нам от нее Следует избавляться Аминь И третий Третий нюанс Существует Как минимум Нам надо понимать Что эти твердыни Остаются И они могут Оставаться На долгий период Они могут Как исчезать Так и вновь Появляться Но Рецепт один Их нужно Что Нельзя с этой твердыней жить Помните Я не знаю В программе реабилитации Когда я проходил И когда я давал Эту программу И употребляли Такой пример Что это как партизаны Да Они сначала Просто вредят Но если дать Им окрепнуть Они начнут захватывать Постепенно Какие-то территории Твоего сердца А естественно И твоей жизни Аминь Это вам знакомо Так вот Твердыня Которую тоже следует Понимать Что это твердыня Следует Ну если это Присуще тебе То следует С этим согласиться Выявить Опять таки Рецепт В войне с твердыней Это первое Что нужно сделать Ее нужно выявить Для того Чтобы победить врага Его нужно сначала выявить Аминь Слышите Самый опасный враг Это какой Тайный Невыявленный Поэтому Когда мы учим О твердынях Мы говорим О том Что это враг И его нужно выявить Вывести Во свет Вот я верю Что это поможет Нам вот эту твердыню Тоже вывести Во свет И естественно Дальше разрушить Так вот Твердыня состоит В том В таких В таких Устоях В таких парадигмах В разуме нашем Ну я же делал Кто меня понимает Ну я же делал Ну я же искал Ну я же ходил Ну я же пробовал Или даже Я же Я же даже Сделал Аминь Понимаете И всегда Существует Вот вам Типичное Оправдание То есть Вы понимаете В чем состоит Твердыня Мы почему-то Уверены Что этого Достаточно И что Все должны Это оценить И сам Бог Должен Это оценить И сказать Спасибо Что ты Хоть Дорогой Сын Дорогой Дитя Дорогой Слуга Дорогой Делатель Спасибо Что ты Хоть Попробовал Спасибо Что ты Хоть Куда-то Пошел Правда Не дошел Не доделал Не попытался Это сделать Наилучшим Образом Но огромное Тебе спасибо Что ты Хоть Вообще Снизошел И пошел И что-то Делал Ну аминь Могут Существовать Такие Твердыни Я утверждаю И вот типичные Оправдания Когда мы ходили Когда мы делали Когда мы пробовали Но не допробовали Не доделали Не получили Не наилучшим образом Сделали Вот такие Такие у нас На этот счет Оправдания Типичные Оправдания Их может быть Больше Кстати вам задание Продолжите Список Оправданий У вас могут быть Свои Такие Типичные Для вас Оправдания Знаете Есть иногда Общие Какие Которые Ну Будут Приемлемы Всем А есть Иногда У людей Ну прямо Такие Шедевры Вот Прямо Шедевры Как человек Оправдывает Своё состояние Кстати Ты Первый Шедевр Так вот Шедевра Я только Несколько Шедевров Вам скажу Какие Оправдания Существуют Типичные Но я же Еще Несовершенен Да Оправдание Такое Но я же Еще Несовершенен Посмотрите Насколько Я уже Все равно Лучше Прежнего Аминь Да Это правда Что ты Еще Несовершенен Но Как нам Писание Говорит Но воля Божия Есть Совершенствование Ваше Потому что Так можно Всегда Как-то Найти для себя Такое Оправдание И ты Всегда Можешь Выезжать На том Что ты Несовершенен Но Помните Как мы Эту тему Назвали Что положение Тебя Что Обязывает Совершенствоваться Если ты Занимаешь Своё положение То ты должен Соответствовать Этому положению Или стараться Соответствовать Аминь Как Писание Говорит Поспешим К совершенству А мы Часто Спешим Наоборот Не спешить К совершенству Потому что Чем больше Мы Поспешим К совершенству Тем больше Будет С нас Спрос Или не так Ведь так Нам Писание Говорит И поэтому Мы вместо Того Чтобы спешить К совершенству Спешим Наоборот Не спешить К совершенству Потому что Легче и проще Жить И спокойнее Жить Когда Всегда есть Оправдание Но я же Еще не Совершенен Меня кто-то Понимает Второй Такой Шедевр Оправдания Но мне Не хватило Мудрости Да Часто Так можем Оправдоваться Но мне Не хватило Мудрости И аминь Так Писание Говорит Что мы Всегда Это Есть положение Смирения Что мы Не говорим Что у нас Всегда И на все Есть мудрость Что мы Признаем Что нам Таки Не хватает Мудрости И мы Просим У Бога Потому что Писание Говорит Когда Не достает Мудрости Проси У Бога Какой Смысл У него Просить Если Когда Он тебе Дает Эту Мудрость Ты ее Не Принимаешь Потому что Это Ставит Тебя В опасное Состояние Потому что Ты попросил Получил А значит Что Если Получил Значит Уже Несешь Ответственность Чтобы Употребить Эту Мудрость Кто Меня Понимает Поэтому Мы Как бы Просить Просим Но Когда Она Приходит Мы Не Хотим Этой Мудростью Пользоваться Потому что Начнем Пользоваться Начнет Она Чему-то Обязывать Это Один Момент А Второй Момент Что Хочется Сказать Что Что Есть То На Что Согласно Твоему Возрасту И Положению У Тебя Всегда Должно Хватать Всего Необходимого Вы Меня Понимаете Это Твоя Обязанность Это Опять Так Твоя Обязанность И Твоя Ответственность И Твоя Ответственность Чтобы Тебе В Соответствии С Тем Положением Которое Ты Занимаешь Всего Хватало Потому что Согласно Божьей Концепции Если Тебе Дано Какое То Положение Если Тебе Дано Призвание То Вместе С Этим Тебе И Дано Все Необходимое От Бога Это Призвание Положение То Тебе Дано Согласно Слова Божьего И Все Необходимое Для Этого И Твоя Ответственность Чтобы Тебе Хватало Потому что Если Не Хватает Тебе То Это Только Твоя Проблема И Уж Никак Не Бога Который Дает Тебе Все Необходимое Аминь Поэтому Еще раз Повторю Согласно Твоего Положения Твоего Призвания Твоего Звания Это Твоя Ответственность Чтобы Тебе Хватало Мудрости Аминь Это Твоя Ответственность Чтобы Тебе Хватало Знаний И Умения Аминь Слышите Потому что На самом Деле Человеку Или Может Тебе Дорогой Брат Сестра Просто Удобно Отмазываться И косить Что Тебе Все Время Что Не Хватает Ведь Подумайте Ну Это Я Все Таки К тем Кто На Программе Реабилитации Ведь Подумайте И Вспомните Ну Я Не Призываю Вас К Воспоминаниям В Прошлую Жизнь Просто В Некотором Аспекте Подумайте Ведь Раньше Тебе На Все Хватало Проворства Я Особенно Удивляю Сейчас Когда Встречаю Людей Которые Были В Наркотической Зависимости Которые Извините Меня Тормозят Сегодня Потому что Когда Я употреблял Наркотики Я вращался В той Среди Я не Видел Никогда Не Встречал За 12 лет Употребления Наркотиков Я не встречал Ни разу Непроворного Наркомана Может Вы Встречали Они Либо Сразу В тюрьму Садились Либо Умирали Быстро Потому Все Кто Употреблял Наркотики Были Проворными Или Не так Но Когда Вдруг Они Стали Божьими Людьми Божьими Детьми Божьими Слугами Вдруг Куда Проворство Исчезло А ведь Писание Нам Говорит Смотрите Римлянам 6 19 6 6 6 Извините Что Долго Еще 19 Павел Говорит Говорю Это По рассуждению Человеческому Ради немощи Плоти Вашей Как Предавали Вы Члены Ваши В рабы Нечистоте И беззаконию На дела Беззаконные Так Ныне Представьте Члены Ваши В рабы Праведности На дела Святые Какова Суть Того Что Здесь Написано То есть Павел Говорит Вот Как Вы Раньше Предавали Члены Ваши В орудие Греху То есть Как Вы Какими Вы были В той Греховной Жизни Даже Не написано Более Того Будьте Для Бога Таковыми Так Написано Хотя Бы Таковыми Будьте Аминь Даже Не написано Что Для Бога Будьте Большими Хотя Бы Так Же Само Так Же Само Сохраняйте Сохраняйте Проворство Расторопность А то Как В Бога Уверовали Все Вдруг Стали Непроворны Нерасторопными Прямо Как Знаете Я вспоминаю В армии Там Когда Ну Призывали В армию Раньше Из Советского Союза Со всех Со всех Народностей И Было Удобно Там Тем Кто Был Призван Из тех Азиатских Республик Как Бы Косить На то Что Они По-русски Не понимают Существовала Даже Такая Такой Как Бы Прикол Что Такое Такое Состояние Положение Я до года По-русски Не понимаю А после года Мне уже Не положено Понимаете Или нет Потому что Так удобно Но я вам скажу Драгоценное Что если В той нашей Жизни В той Прошлой Греховной Нашей жизни Это в какой-то Мере Нам помогало То в этой Обновленной Новой Жизни С Богом Это не Катит Вы Слышите Извините Что употребляю Такие слова Но такое Состояние Я Я вам Осмелюсь Сказать Оно Не угодно Богу Аминь Слышите Не угодно Богу Бог очень Строго Строг К этому Давайте Я сейчас Я прочитаю А вы Вслушайтесь Внимательно А потом Еще В личном Своем Чтении Умоляю Вас Призываю Вас Как там Павел Использует Слова Настоятельно Рекомендую Вам Перечитать Это Место Этот отрывок Текста В книге Пророка Малахи В каждый Стих Вдумываться Чтобы Просто Прочувствовать Божье Отношение К такому Состоянию Сердца Человека И к такому Состоянию Ума И к такому Образу Жизни Когда Человеку Свойственно Оправдывать Своё Небрежение Своё Пренебрежение Оправдывать Какими-то Вещами Когда Вдруг Куда-то Делось Проворство Когда Вдруг Куда-то Делось Расторопность Которая Есть У тебя Которая На самом Деле Присуща Твоей Личности Но Вот Для Бога Ты Вдруг Куда-то Всё Пропало Вы скажете Откуда Ты Такое Слово Взял Проворство Я Взял Из Писания Смотрите Как Написано О Проворном Человеке Притча 22 19 Видел Ли Ты Человека Проворного В своём Деле Он Будет Стоять Перед Царями Он Не Будет Стоять Перед Простым О чём Здесь Говорится То есть Бог Отмечает Это Качество Проворным Быть Я думаю Никто Здесь По крайней Мере В этой Среди Нашей Публики Не Будет Отрицать Что Он Был Проворным Или Возьмёте Смелость Отрицать Поэтому Читаем Заключение Заключение Книга Пророка Малахии Как Я Вас Прошу Умоляю Настаиваю Чтобы Вы Прочитали Это Ещё И в Личном Своём Чтении Но Сейчас Слушайте Внимательно Эти Слова Просто Молю Бога И В Свою Прочувствовали Божьи Отношения И Какое Его Отвращение К этому Состоянию Которое Мы Часто Применяем Себе В Оправдании И И Эти Слова Я Буду Читать Довольно Такой Большой Отрывок Текста Сохраняйте Внимательность Сын Чтит Отца И Раб Господина Своего Это звучит Как утверждение Сын Чтит Отца И Раб Господина Своего И Если Я Отец Говорит Бог То Где Почтение Ко Мне И Если Я Господь То Где Благоговение Придо Мною Говорит Господь Саваоф Вам Священники Священники Это что Это Положение Так Или Нет Это Призвание Это Звание Мы Сегодня Говорим Что Положение Что Обязывай И Бог Говорит Что Сегодня Мы Все Призваны Быть Священниками То Если Не Смыслишь Как Должность Церковная Это Священник От Слова Освященный Или Отделенный Для Бога Аминь Слышите Мы Сегодня Все Имеем Это Звание Небесное И Бог Говорит Живите Достойно Этого Звания Потому Что То Насколько Вы Живете Достойно Показатель Этого Есть Ваше Усердие Ваше Радение И Этим Вы Вы Слышите Меня То Есть Когда У нас Отсутствует Радение И Усердие Тем Самым Бог Говорит У вас Отсутствует Предо мной Благоговение Как Бы Ты Его Не Пытался Изобразить В своих Песнях В своих Молитвах Ты Можешь Там Делать Такую Гримасу Такое Выражение Лица Господь Я Так Благоговею Пред Тобой Ты Можешь Такие Красивые Слова Говорит Но Если У тебя Отсутствует В Божьем Деле В Божьем Призвании Усердие Радение У тебя Нет Благоговения Настоящее Аминь Сын Чтит Отца И Раб Господина Своего И Если Я Отец То Где Почтение Ко Мне Если Я Господь То Где Благоговение Предо Мною Говорит Господь Саваоф Вам Священники Бесславящее Имя Мое Вы Говорите Чем Мы Бесславим Имя Твое И Вот Ответ Тем Что Приносите На Жертвенник Мой Нечистый Хлеб И Говорите Чем Мы Бесславим Тебя Тем Что Говорите Трапеза Господня Не Стоит Уважения Ну Конечно Если Не Вчитываться Не Вдумываться То Это Вообще Не Для Нас Не Обо Мне Это Как То Кому В Древности Писалось Уважение Ведь Что-то Таким В жизни Это Есть Достойное Твоего Уважения Чему Ты Где Ты Проявляешь Усердие И Родение Или Скажешь У тебя Нет Такого В жизни То есть Вы Это Делаете Тем Что Говорите Трапеза Господня То Служение Господне Дело Господне Не Стоит Уважение И Когда Приносите В жертву Слепое Не Худо Лето Скажи Спасибо Что Вообще Что Принесли Скажи Спасибо Что Вообще Что Делали Скажи Спасибо Что Я Вообще Тут Нахожусь Бог Говорит На Князь Будет Будет Доволен Тобой И Благосклонно Ли Примет Тебя Говорит Господь Савров И Так Молитесь Богу Чтобы Помиловал Нас Говорится О покаянии Я Очень Хотел Чтобы Это Сегодня Коснулось Нас Это Слово И Тех Кто Будет Смотреть Это В записи Чтобы Это Произвело Обличительное Действие Действие Исправления В наших Сердцах В нашем Характере В нашем Мышлении И Чтобы Как Следствие Этого Изменилась Эта Практика Нашей Жизни Но Все Начинается С покаяния Так Здесь И сказано И так Молитесь Чтобы Бог Помиловал Нас А Когда Такое Исходит Из Рук Ваших Может Ли Он Милостиво Принимать Вас Говорит Господь Вопросительный Знак Бог Как Задает Вопрос Нам Человеку Задает Вопрос Сам Рассуди Вот Сам Рассуди Могу Ли Я Могу Ли Как Это Сказать Быть Благосклонным К Тебе Если У Тебя Такое Отношение Ко Мне Если У Тебя Такое Отношение К Моему Делу Сам Рассуди По Своей Даже Человеческой Справедливости Бог Говорит Рассуди И Дальше Вот Такие Слова Написаны Лучше Бы Кто Из Да Лучше Бы Ты Не Делал Чем С Таким Отношением Смотрите Мы Себя Убеждаем Да Вообще Да Скажите Спасибо Что Я Это Делаю Скажите Спасибо Что Я Куда Хоть Ходил Вообще Или За Что Взялся А Бог Говорит Да Лучше Бы Ты Не Брался Чем С Таким Отношением Да Лучше Бы Ты Не Делал Чем С Таким Отношением То Есть Бог Говорит Мне Так Не Надо Мне Так Не Надо Лучше Бы Кто Нибудь Из Вас Запер Бы Двери Чтобы Напрасно Не Держали Огня На Жертвеннике Моё Нет Моего Благоволения К вам Говорит Господь Соловок И Приношение Из Рук Ваших Неблагоугодно Мне Ну Что Нам Делать С Этим Стихом Ну Что Нам Делать С Этим Стихом Ведь Хотелось Бы Его Выбросить Отсюда Но Ведь Никуда Это Не Денется Ведь Это Господь Говорит Нет Моего Благовения К вам Если У вас Такое Отношение Если У вас Такое Состояние Если У вас Такая Практика И Вы Еще Оправдываетесь Теми Надмиваете И Если Мы Я Себя Если Мы Надмиваемся Перед Богом Тем Что Господь Да Ты Что Да Ты Не Оценил Что Я Вообще Хоть За Это Взялся Хоть На Троечку Натянул И Он Говорит И Приношение Из Рук Ваших Неблагоугодно Мне Ибо От Востока Солнца До Запада Велико Будет Имя Господне Между Народами И На Всяком Месте Будут Приносить Фиме Моим Чистую Жертву Велико Будет Имя Мое Между Народами Говорит Господь Соловок А Вы Хулите Его Тем Что Говорите Трапеза Господня Не Стоит Уважения И Доход От Нее Пища Ничтожная Это Тоже Важный Стиль А Вы Хулите Бога Тем Что Говорите Дело Господне Да Если Это За Мне Заплатили Или Что Там Еще А Что Вы Меня Втираете Что Это Для Бога Что Это Ради Бога Что Это Ради Нуждающихся Или Еще Кого А Вы Хулите Имя Мое Бог Говорит Тем Что Говорите Трапеза То Дело Господне Не Стоит Уважения И Дохода От Этого Никакого А Ведь Слушайте Часто Это Наше Сердце Я Вспоминаю Себя Это Ну Это Было Мое Состояние Прямо Как Вот Здесь Написано Это Я Был Тот Человек Который Говорил Что Вы Мне Тут Рассказываете Для Бога А Доход От Этого Какой А Что Мне От Этого Ну Слава Богу Что Бог Меня Обличил Что Бог Во Мне Это И Продолжает И Исправлять Но Делает ли Это Он К Тебе Дорогой Человек Это Уже Вопрос К Тебе Притом Говорите Вот Сколько Труда И Пренебрегаете Ею Этой Трапезой Господней Этим Делом Господнем Говорит Господь Савов И Приносите Украденное Хромое Больное И Такое Свойство Приносите Хлебный Дар Могу Ли Я С Благоговением Принимать Это Из Рук Ваших Говорит Господь То есть Да Вы что-то Приносите Вы что-то Делаете Но Какое Но То Что Останется Вы Не Самое Лучшее Вы Душу В это Не Вкладываете Вы Приносите Мне Это Все Без Души Без Души Без Усердия Если В этом Нет Усердия Значит В этом Нет Души Кто-то Меня Понимает И Вы Говорит И Вы Это Мне Приносите И Думаете Что Я Не Принимаю Я Не Могу Это Принимать Из Рук Ваш И Дальше Так Жестко Написано Проклят Лживый У Которого В Стадии Есть Не Испорченный Самец И Он Дал Обет Богу А Приносит Жертву Господу Поврежденное И Я Царь Великий Имя Мое Страшного Народа Это Стих Для того Кто Говорит Мне Недостает Постоянно Постоянно Что Не Судя У Меня Мудрости Недостает У Меня Того Недостает У Меня Того Недостает Бог Говорит Вот Для Тебя Этот Стих У Тебя Есть В Стаде Не Испорченное Ты имеешь У Тебя Есть Если У Тебя Не Было Если Бы У Тебя Не Было То Я Не Судил Тебя Строго Но Если У Тебя Есть Я Дал Тебе Библию От Такого Формата Такого Формата Я Дал Тебе Кучу Книг Я Дал Тебе Время Их Читать Потому Что В них Мудрость Аминь А Ты Мне Говоришь Мне Не Хватает Мудрости Постоянно Так Я Тебе Дал Все Для Этого Так Или Нет У Тебя Есть Это В Стаде А Ты Приносишь Мне Поврежденные То Вы Прочитаете Что Бог Говорит Об Это И На Вторую Главу Плавно Переходим Итак Для Вас Священники Это Заповедь Я Делаю Дарив На Стихе Для Вас Для Нас Священников Это Заповедь Или Ты Скажешь Мне Я Значит Это Не Ко Мне Так Новый Завет Говорит Что Все Мы Призваны Быть Священниками Бога Это Не Значит Что Мы Все Призваны Быть Священно Действующими Но Священниками То Есть Отделенными На Дело Божье Мы Все Призваны Быть И Это Наше Положение В Боге Которое Нас Как Дает Нам Права Великие Привилегии Великое Наследие Почему Мы То Хотим Принимать А Это Не Очень И Это Следует Исправить Братья И Сестры Так Поэтому И так Для вас Священники Это Заповедь Если Вы Не Послушаетесь Если Не Примите К Сердцу Чтобы Воздать Славу Имени Моему Говорит Господь Соловок То Я Пошлю На Вас Проклятие И Прокляну Ваши Благословения И Уже Проклинаю Моя Молитва О том Чтобы Это Слово Сильно Коснулось Каждого Из Нас Чтобы Оно Произвело В нас То Для Чего Оно Послано Потому Что Я Верю Что Это Наставление От Бога И Оно Призвано И Послано Нам Чтобы Произвести Определенные Действия В нас Чтобы Мы Пересмотрели Своё Состояние Чтобы Мы Пересмотрели Своё Отношение Чтобы Мы Что-то Поменяли В себе И В практике Нашего Служения И нашей Жизни Аминь Чтобы Это Было Для Нас Но Не Про Нас Аминь Вы Понимаете Чтобы Это Было Для Нас Всегда Потому Что Слово Божье Написано Для Нас Но Дай Бог Чтобы Это Было Не Про Нас Не Про Нас Чтобы Бог Не Про Нас Говорил Проклянул Ваши Благословения Вы Понимаете Бог говорит Вот Я Как Дал Тебе Благословение Как Он Народу Израильскому Говорил Я Тебе Это Дал Но Я Это И Разрушу Я Тебе Дал Этот Храм На Который Ты Уповаешь Но Я Его И Разрушу Если Ты Не Будешь Благоговеть Предо Мно Аминь Да Да Даст Бог Нам Разумение Господь Спасибо Тебе Что Ты В Своей Великой Любви Милости И Заботе О Нас Посылаешь Нам Своё Слово Которое Нас Вдохновляет Которое Нас Ободряет Но Которое Нас Также Обличает И И Исправляет Помоги Нам Принять Это Наставление Чтобы Дали В нашей Жизни Жить Достойно Звания И призвания Твоего Чтобы Усердствовать И родить В Твоем Божьем Деле Чтобы Мы Заботать Потому Что Ты Все Даешь Нам Даром По Благодать Но Тебя Волнует И Ты Смотришь На Наше Сердце На Наше Состояние Потому Что Именно Усердие Родение Есть Показатель Нашего Благоговения Поэтому Дай нам Жить С таким Пониманием Чтобы Не пытаться Что-то Заработать У Тебя Что-то Заслужить Потому Что Мы По Благодати Твоей Уже Названы Потому Что Нам Уже Дано Наследие Твое Великое Но Помоги Нам Жить Достойно Нашего Звания И Призвания Молимся Тебе Об этом Во имя Иисуса Христа Аминь